С букетом цветов и подарком пришел в гости к Марии Николаевне Дындыкиной депутат Иван Ситников. 9 мая у почетной жительницы Сарова двойной праздник. В этот день победы она отмечает свое 90-летие. И дай бог ей прожить еще столько же на радость детям, внукам и правнукам. Не перестану восхищаться стойкостью старшего поколения. И вот у меня отец тоже был ветераном войны. Я все время удивлялся. То поколение перенесло столько лишений. Голод, холод, война. Но они были гораздо крепче нас во всех смыслах. Они по здоровью были крепче и духом крепче. И я считаю, без всяких высоких слов, вот с кого нужно пример-то брать. Мария Николаевна родилась в деревне Вертьянова Дивеевского района. Когда началась война, ей было всего 11 лет. В военные годы Мария Николаевна вспоминается слезами на глазах. Есть тогда было нечего. Все запасы, которые были у семьи, они отправляли на фронт. Чтобы не умереть от голода, маленькая Маша с другими детьми в поле собирали колоски после комбайна. Там остается много на земле колосков, а они ж полные, с зернами. Хлеба не было тогда. И вот ходили, собирали эти колоски. Мария Николаевна вспоминает, как во время войны в деревне произошел пожар. Ребята решили в доме запечь картофель. Но не уследили за огнем, и в результате сгорела половина деревни. Очень много домов сгорело. Что с детей можно спросить? Ничего. Есть захотели, напекли картошки. После окончания войны Мария Николаевна переехала в Комсомольск-на-Амуре. Потом жила во Львове, а в 60-м году вместе с супругом переехала в наш город. У Марии Николаевны двое детей, четверо внуков и трое правнуков. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.